С древнейших времен здешние морские пути были известны своим активным судоходством, морской торговлей и рыболобством. В 7-6 веках до н.э. район стал одним из главных очагов греческой колонизации в Северном Причерноморье. Вы наверняка слышали про Фонагарию около Синова, Германа Суфтамани, Патреи в Гаркушах, но существовал еще один таинственный город Боспорского государства – Каракандама, где жили греки, синды и меоты. Археологам до сих пор неизвестно точное местоположение Каракандамы. Понятно одно – она располагалась где-то между мысом Тузла и Панагия. В 2011 году перед строительством сухогрузного района Порт-Атамань были проведены археологические обследования, однако даже современные технологии не позволили установить местоположение древнего города. Местность около мыса Панагия представляет собой равнину на высоком морском берегу. Панагия в переводе с греческого – Всесвятая, принадлежал первоначально изображению Богоматери. В этом месте открываются невероятно красивые виды на Черное море, виднеются скалы подводных рифов. Я вот как раз стою на самой оконечности мыса Панагия. С порта доносятся какие-то звуки, видимо, что-то строят. Не знаю, вдалеке плавают три корабля, они постоянно вот курсируют. Возможно, они здесь все что-то охраняют, понятия не имею. Один желтый, другой оранжевый, белый вдали. Да вообще тут видно, что кораблей много ходит. Мы никогда не были с этой стороны порта, мы всегда смотрели на порт со стороны волны. Те, кто отдыхал в волне, знают вот эти виды на порт, и теперь вместе с нами увидят и мыс Панагию, и вид на порт с неё. Мыс Панагия Мыс Панагия причастен не только к античной истории. Здесь в годы Великой Отечественной войны происходили военные действия. На одном из холмов мыса Панагия располагалась стационарная артиллерийская батарея, которая продолжала поддерживать своим огнём действия десантников на захваченном побережье. Это 743-я батарея капитана-лейтенанта Спахова. Она перекрывала огнём весь Керченский пролив от мыса Железный Рог до горы Митридат в Керчи. Артиллеристы 723-й и 743-й батарей совместно активно участвовали в нанесении ударов по плавсредствам гитлеровцев в порту Камыш-Бурун. Вот они, подземные ходы, у самого обрыва находятся. Это, видимо, один из заходов, завален специально. Она прямо находится у самого обрыва, посмотрите. Ещё какое-то время и всё, она может обвалиться. Вот это да! Ух ты ж ёлки-палки! Сейчас я уже в полный рост. Смотри, я в шоке! Ой, господи! Ой, господи!